Приветствую бойцы, продолжаю тематику ангар новичка и как видите изменения по ангару собрал я сталкера на магнумах. Один магнум выпал мне из контейнера за стольничек, второй купил за 1000 голды. Обнулил свои ресурсы, серебра мало, голды вообще нет. Но, магнумы на сталкере смотрятся неплохо и когда-то в свои стародавние времена, года 3 или 4 назад, данная машина являлась имбой, разрывала рандом, ну и не только рандом, в клановых битвах она неплохо себя показывала. Занимает маяки, неплохо дамажит, в связи с тем, что магнумы стреляют без перезарядки, троллит врагов. В общем, в свое время была довольно интересная машина, можно было разные тактики на ней применять. Для экономных игроков, кто не донатит в игру, кто играет мало, магнумы можно даже качать в топ и играть в чемпионской лиге. Так скажем, если вы не можете прокачать хала, которая с тормозящим эффектом, шрёдеры, вооружение, которое получается сложно и дорого прокачивается. Да, ваш выбор магнумов, вполне можете играть до сих пор, в настоящий момент. Итак, сталкер на магнумах, восьмого левла, это для начальных лиг, вполне думаю неплохо, будем чудить, дамаг раздавать нехилы. Тут без изменений, и на Наташу я поставил газ, который со сталкера освободился. Не забывайте хотя бы раз в день заходить в игру и забирать поставочки. Каждые 20 часов поставочка обновляется. Также у нас начались операции, это, так скажем, тоже халява, как и поставки. Данные операции от предыдущих операций отличаются меньшим количеством ресурсов, поэтому решать вам покупать пропуск. Когда покупаете пропуск, вы будете получать, соответственно, ресурсы за две линейки. Ничего не покупаете, покупаете ресурсы только из первой линейки. За вторую линейку вы можете получить, видите, пульсар в красивой расцветке. Две штуки, одна на 20 левеле, и второй пульсар открывается на 90 левеле. Также не забывайте заходить в операции и забирать здесь голоду бесплатно. Ну, не бесплатно, когда набьете 300 опыта. Операции, конечно, плохо, что ресурсов меньше, чем в предыдущей операции, но это халява, так что, в принципе, можно радоваться. По скидкам, не забывайте также на скидки заходить. Для новичков бывают просто дичайшие скидки, и даже если вы не злостный донатер, и вообще не донатер, то, в принципе, все равно можно что-нибудь докупить здесь, прикупить. Здесь продается Вейланд по дичайшей скидке, но данный робот в высоких лигах вообще не играбелен, так что даже нет смысла покупать его, пусть даже будет 100 рублей. Ну, и столько для коллекции. Но тут, видите, стоит в цене 600 рублей, а это довольно-таки подличная сумма. Здесь куча заданий, понятно, надо играть, выполнять. Здесь забираем фенери. И мастерская моя улучшилась. Девятый левел, и дали мне серебришко на халяву. Также не забывайте, если вы не терпится, вам можете ускорять. Сокращается 240, ой, 360 минут. Всего так, 360 минут разделить на 24 часа. В общем, не знаю, там вроде бы раз 5 нужно посмотреть рекламу и прокрутиться. В общем-то, сами посчитайте. Так, дальше, по сундукам. Сундуки открыть не могу, но поиграем и попробуем открыть, если накопится столичек. Я открываю сундуки только за столичек. Хочу получить шторм, хочу получить гаст. Конечно, за 1000 можно более крутые вооружения получить. Даже Ильича засунули за 1000, ни хрена себе. Так, вот, допустим, огнемет Игнайта. Вообще классный. Эмбер классный, Клаймити классный. Пульсар можно играть. Глори вообще просто супер вооружение. Блейз лупит слабо. Несравнимо ни с Эмбером, ни с Игнайта. Слабенький. Корона вообще просто супер мега топ вооружение. Вайпер тоже можно ставить на дракона белого. Две штуки. Будет просто тройной коррозийный эффект. Дракон сжигает и два вайпера с коррозийным эффектом. Хала, в общем, классное вооружение. Топовое вооружение, которое перечислил. Ну и открывал, и мне выпадало 1000 серебра. Вроде бы, или энергоблоки, не помню. В общем, совсем-совсем не то, что я хотел. В общем, очень приятно, что за 1000 теперь появился Ильич. Теперь, я думаю, даже имеет смысл не застольник открывать, а именно за 1000. И дико надеяться, что выпадет Ильич. Шанс с выпадением роботов разработчики раскрыли из этого сундука. Он лежит на сайте официальном. Шанс получить робота в районе того 1%. То есть, если вы получили робота из сундука за 1000, ну это вы просто красавчик, счастливчик, везунчик и тому подобное. Вроде про все вам рассказал. Полетели в мою любимую конкурс за маяками. Но прежде чем мы полетим, естественно, поиспользуем бустеры. Бустеры сколько дают? Плюс 5% всего лишь. Да. Плюс 5% всего лишь к атаке. А защита плюс 10%. То есть, они как бы, так скажем, не сильно портят. Не сильно вас улучшают. Прокачка 12МК2 улучшает вашего робота, ну и, соответственно, если вы прокачали вооружение, на целых 20%. Это довольно значительная сумма. Число. Голдовый пассивный модуль. Термонекулятор, если правильно помню, называется. Там на 10% улучшает. Но его прокачать стоит 200 миллионов. Но модуль стоящий. Представляете, поставите 3 модуля, и вы у робота улучшите характеристики атаки на 30%. Охренеть. Это просто будет чудовищное преимущество в игре. Вот рекомендую выходить на сталкере сначала или любом-любом быстром роботе, позахватывать маяки. Позахватывайте маяки, и что вы получите, естественно, побольше голды, побольше, соответственно, серебра. Ну и вообще команда, скорее всего, придет... Вы приведете команду к успеху, если будете бегать по маякам и дамажить. Но если у вас еще будет робот-лекарь, тогда вы просто красавчик, вообще все задания будете выполнять. Из предыдущего ролика вы видели, что... Ох ты, что это? Зеленый дракон. Я ушел в инвиз. Понятно, захватил центральный маячок. И что я сделаю? Правильно, я хочу жить, я ухожу в подполье. Ресурсы. Вы занимаете место в конце списка, в конце итоговой таблицы. Не только занесены на дамаг, там, за маяки, а еще немаловажный фактор ремонт роботов. Так что, чтобы быть полным красавчиком, вам нужно бегать на роботе-ремотнике, в общем, убивать всех, маяки захватывать, всех ремонтировать, в общем, просто быть мастером на все руки. Отлично. Вот такие магнумы. Восьмой левел. Дамаг раздается вполне нехилый, некислый. И можно даже на этом роботе играть как на дамагере. Несмотря на то, что у него всего лишь два легких слота у робота. Два легких слота это вообще ни о чем. Но если обратить внимание на паука, просто раздолбил его нафиг. Это говорит о том, что паук, скорее всего, не качанный. Ну, не качанный, это твои проблемы. У меня вот, в принципе, тоже я не сказал бы, что прокачанный. Восьмой левел, это, скажем, ну, ни о чем. Возможно, для начальных лиг это сильно много, да? Парни офигевают от моего дамага. Наверное. Так. Что мы делаем с роботом-болтом? Ну, если бы я не промазал бы, конечно, роботу-болту было бы гораздо-гораздо хуже. И мы вроде бы сейчас захватили даже вражеский респовый маячок дальний, но мне сломали ножки. Так. Ну, не интересует, а давайте подлечимся. Энергоблог есть, будем лечиться. Жирный-жирный плюс у Магнува, что они стреляют без перезарядки. Постоянно можно заливать, заливать домашку. У меня есть уже способность. Поэтому давайте ее активируем. И по тебе постреляем. Это Леонтьев, робот Лео. Меня по мне пытаются попасть. Зеленый дракон пытается по мне попасть, но не тут-то было. И пора форсировать событие. Быстренько-быстренько брать мощного, жирного и дамажного робота, которого трудно убивается, трудно убивается, и много дамаг заливается. Это, естественно, Наташа. Наташа моя разрывает все и вся, но только на расстоянии, примерно, ну, так скажем, в зависимости, конечно, от площади робота. Если робот большой, вот, пустим, Лео, да, по нему можно эффективно работать и с большой дистанции. А если робот маленький был, туда, наверное, на расстоянии только в 100 метров и ближе. Дробаши работают эффективно. Эффективность дробашей. Казачок распрыгался. Все, казачок отпрыгался. Давайте сейчас аккуратненько будем использовать киберспорт. То есть, я выставлю слоты вооружение. Нет, понятно, сейчас будет бойня просто. Чтобы не снимать энергобарьер пауку, просто можно ему под щит зайти и так убивать его. Ну, пора подлечиться, я думаю. Отлично. Ох ты, вкусная Наташа. Три дробаша отправляют Наташу в преисподнюю. А это у нас роботы АФК или боты. Люди используют ботов, чтобы сливать лиги. Раньше использовали ботов, чтобы фармить ключи. Что-то такое там, да? Это суперигру открывать, там, голду, там, если дустья на выиграют. Не знаю, это эффективно, неэффективно, хрен его знает. Но сейчас, по-моему, ботов используют только, чтобы слить лигу. Надолбил цело 400 тысяч серебра. Это довольно-таки много. А, у меня премиум работает. Первое место. 10 голды, 4 маяка, 6 убийств. В общем, я в списке, я в топчике. Итак, что нужно делать, соответственно, чтобы очки чести подзаработать? Вот, видите, все на вашем экране. Выиграть, завершить бой, заплатить маячок. Если, соответственно, вы играете на роботе-ремотнике, то вы просто будете вне досягаемости очков чести, заработать очень много, займете первое место. И пусть даже у врагов будет урона больше, ой, у союзников будет урона больше набито, а вы все равно с меньшим уроном займете первое место. В общем, выполняйте все эти фунты и будет вам счастье. В качестве ремонтного робота рекомендую, вернее, не то, что рекомендую, а настоятельно, ну, рекомендую, настоятельно рекомендую использовать робота-тур. Других роботов вообще не рассматривать. Сейчас самый актуальный робот-тур, он собирается, кстати говоря, в мастерской. Показывает себя неплохо, топы им играют, но, ну, я так думаю, ну, один или два робота, ну, скорее всего, один робот на всю команду должен был, должен быть. Лучше, конечно, чтобы в дамаг заносили именно дамагеры, а робот-тур не сильный, так скажем, дамагер. Он робот все-таки поддержки. Он ремонтирует роботов только когда у него активировано два средних слота вооружения. два средних слота вооружения, ну, вы тоже, скажем, много дамага, так скажем, не добьете. Итак, давайте быстренько захватываем два или три маяка и приводим команду к успеху. Пока там враги тележатся на своем респе, я уже захватываю респовый наш маячок и захватываю отдаленный респовый маячок, дальний. И побегу на центр. Вот, а враги только проскочили на свой респовый маячок, ближний. Вот он робот-сталкер, 66 км в час скорость. Изначально, на первом левеле сразу. Я его прокачал, но чтобы он побольше жил. Ну, и давайте 350 метров и будем дамажить, 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 дамажить. Вооружение магнум, это очень дамажное вооружение. И тем более, оно игнорирует энергобарьер. Вот, полчара. Ему на вооружение магнум даже почти не нужно забегать. Позже стреляете, прошиваете, убиваете робота. Так, 4 секунды энвиз еще длится, 1 секунда. Пока мной враг не интересуется, я его буду заливать, поливать плазмой. У нас 4 маяка и отправляем Леонтьева в ангарский. Через 5 секунд будет способность и это еще один Леонтьев. Нет, это Гриффин. У Гриффина тараны стоят, тоже очень дамажное вооружение и экономное. В топе его используют, если нет, ничего более круче. Ну, некоторые, возможно, используют, знаю, то, что им просто нравится это вооружение. Леонтьев очень-очень жирный робот, его трудно-трудно убить. Ну, видите, он мной не интересуется, я просто стою и бью, и бью, и бью, без перезарядки, нет КДшки у Магнумов. Но я убью хоть когда-нибудь. Отлично, занимаю вражеский респовый маячок, отлично, убил все-таки его. Опа, на, уходим в энвиз, а энвиз мы не уходим, мы используем лечение, чтобы выжить, и лечение не спасает. Робот-сталкер не сильно-таки живучий. И что-то я рано веселюсь, наша команда просто, ну, все маяки отдала. Да, весело живем. Ладно, беру дамажного робота, одновременно он и танк, и дамагер у меня. И посмотрим, на что способен Наташка. Давайте поглядим, с кем мы будем противоборство, сейчас у нас будет происходить. Гриффин издалека плохо дамажит дробаши. Чтобы дробаши хорошо дамажили, нужно ставить уменьшение разброса умений у пилота. Что, серьезно? Гриффин поближе, поэтому работаю по нем. И старательно, когда играете на дробашах, желательно прицел держать именно на середине корпуса робота. Ну, в центре, в общем, в центре держите. В центре этого квадратика. Чтобы дробаши как можно эффективнее стреляли. Попадаю я по гриффину, он спрятался, но частично дробь все-таки проходит. Отлично. Неплохо у меня разобрал, работали по мне в двоечка. Так, маяк занял, и поэтому давайте пойду дальше отбирать наши по праву. У нас гонка за маяками, и в любой момент могут здесь респолнуться негодяи. Но никого нет. Скорее всего, враги уже иссыхают. Отлично. Скорость у Наташи как видите маленькая, дико маленькая, мне это не нравится. Можно, если есть желание, конечно, робота скинуть. Сменить робота, нажимаете на маячок, и нажимаете на док. И, соответственно, вы выйдете на доке, а Наташа ваша умрет. Но я думаю, терять робота не надо, у меня слотов вооружения всего лишь робота, всего три. Если было бы роботов пять, то можно было так роботы поскидывать. Роботов скидывают, чтобы быстренько и внезапно появиться в угрожаемом такс месте, да, месте, которое нужно оборонять. В этом случае скидывают роботов, появляются и защищают важную стратегическую позицию. Так, понятно, силы не равны, врагов больше. Ух ты, меня еще и прокляли. Использовали на мне активный модуль. Так, где появится лучше? Если я появлюсь снизу, там я столкнусь с паукообразным и леонтьевым, да? Появляется или не появляется, интересно? Вот, они, видишь, ползут. Леонтьев меня разберет, как нефиг делать, а паучара тоже разберет меня, как нефиг делать. Поэтому давайте я здесь появлюсь. Здесь более безопасно. Защищу дальний респовый маячок и создам проблемы по захвату нашего респового маячка. Так, энерго-барь, я пауку попортим, испортим. Плюс робота-дог на пулеметах то, что он стреляет без перезарядки, повторюсь. Пока пулеметы перезаряжаются, вы работаете с других пулеметов. Другие пулеметы перезарядились, меняете с помощью способности. Вот видите, как хорошо меня разбирает. Как нефиг делать. Но у него рано или поздно будет кдшка. Вот у него кдшка, а у меня кдшки нет никогда. Негодяй, появляйся. Опасно, конечно. Ну, давайте, рискану последними зубами, попробую забрать наш респовый маячок. Весьма странная сборка у гепарда. Ну, скорее всего, поставил то, что было. А было у него немного, ибо он новичок. Отлично. Два негодяя против нас четверых. Ну, мне кажется, мы идем к успеху точно его завалим. Их завалим. Блин, правда, а все, по маякам выиграли. Отлично. Если бы не выиграли по маякам, возможно, если там робот какой-нибудь там мега супер труппер, то вполне может один робот всю вашу команду разметелить. Итак, урона у меня 800, у моих союзников 300, 200 в среднем, да, в общем, в общем, у меня получается получше играть. Давайте посмотрим, на чем играют мои союзники. Гепард, Леонтьев, Гаррет. Шторм, не знаю, покупал, не покупал. Шторм, Гаст, очень классная сборка у него. Ну, вернее, нравится мне Шторм, нравится мне Гаст. Вблизи просто смерть всем и вся. Ну, и давайте завершающий бой посмотрим дальше, что у нас по картам. Желательно, чтобы другая карта как-нибудь выпала. У каждой карты свои нюансы, но, в принципе, в гонке за маяками схема всегда одна. Берете быстрого робота и быстренько бегаете по маякам. А потом уже, соответственно, маяки обороняете, ну, и сдерживаете врагов или продавливаете. Ну, и желательно, даже можно на сталкере играть аккуратно и потом, соответственно, троллить врагов. Враги пытаются занять ваш респовый маячок, а вы, соответственно, возле них кружитесь, поддамаживаете и, в общем, покусываете их. Никто не рад будет, если, соответственно, роботы вам будут просто сохнуть. Пусть даже не сильно. Не сильно, потому что всего лишь два легких слота у сталкера. Ну что, я постараюсь резко захватить центр и вижу, центр бежит еще второй сталкер. Сейчас будет, в принципе, интересное противоборство. Нет, второй сталкер, то есть, сталкер, не знаю, побежал на левый серединный маячок. На центр никто не побежал из нашей команды. Вот, вроде бы, один клиент есть. Нет. Наташка меня неплохо разобрала. процентов 20 хпшки снесла, негодяйка, а. Она стреляет причем с гаста. У нее гаст, что-то там дальнобойное, какое-то вооружение. Ох ты, леонть, ну давайте его троллить. Троллим. Стреляем по врагу, пока он нас внимания не обращает. Когда враг повернется в нашу сторону, мы будем прятаться. Это называется троллить. Вот, все понятно. Ох ты, ни хрена у него афиды имеются. А то фид можно спрятаться только под крышей какой-нибудь. Так, пока, видите, не интересую врага. Будем вот троллить. Ушел я в инвиз. Блин, Клинтона. Давайте поможем. Сначала нужно работать по роботам с меньшим количеством хп, их сливать, а потом уже переключаемся на роботов с большим количеством хп. Отлично, 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 но он остался в живых. Паттон. Сейчас будем забирать Леонтьева. У меня инвиз, отлично. И отступаем. Захватило всего лишь один маячок. Блин, Клинтон, у него дробаши. Даже нет смысла лечиться, ясно, что он меня разбьет, как нефиг делать. Угу. Не зачет, плоховато было все, плоховато. Так, расстановка сил. Враги расредоточены на правом фланге, на левом и в левый фланг. Да, в общем, везде проблемы у нас. Ну, давайте Дока возьму. Везде, везде проблемы. Опта, на левом фланге просто масса игроков вражеской команды. Поэтому давайте я буду защищать. Ой-ой-ой. Защищать центр. Вот я Буча солью без проблем. Буча идет в ангарский. И займемся Грифином. Так, чтобы пулеметы были максимально эффективны, умение у пилота ставить, уменьшение разброса 30%. Это очень существенно. И пулеметы заиграют новыми красками. Ну, как ты выжил, а? Вот везунчик, а? Пошел захватывать правый серединный маячок. Наш что-то немножко подтупливает, Леонтьев. Ты маячок-то что не захватил? У нас гонка за маяками. Ну, сказывается, скорее всего, неопытность. Много новичков. И все подтупливают тут с лигонца. О, сдерживаю врагов. Видите, они попрятались. Кучкуются в одном месте. Леонтьев занял маячок. Так, а у нас идет захватывать наш респовый маячок. Это пилот. Пилот, ты не прав. Ты будешь мертв. Ну-ка, ну-ка. Пилот это Паттон. Меняем вооружение. Отлично. Видите, я совершил ошибку, у меня была пустая обойма, начал стрелять, ну, я использую дока, и, соответственно, просто поменял обойму, и стреляю с полного боекомплекта. А если играл бы на каком-то маресе на пулеметах, то бы, что, я ушел бы на КДшку, и 10 секунд бы, соответственно, был небоиспособен. Так что, вот такой вот робот-док. Тем более, потом 4 пулемета, возможно, если вы супер-мега-экономщики, можете поставить на Лича, который вам выпадет из 1000 ключей. Конечно, очень заманчиво, чтобы Лич выпал из 1000 ключей, но это практически нереально, сразу вам скажу. Скорее всего, вам выпадет из 1000 ключей сундука за 1000, то серебро. С вероятностью, там, вероятность написана на сайте официальном игры. Warobots.net как-то так сайт звучит, по памяти вам произношу. А это что такое? Ботяра, что ли? Это, скорее всего, Ботяра или совсем-совсем неопытный игрок. Играк. Неопытных игроков я называю играк. Работаю по энергобарьеру Фьюджина. У меня КДшка, меняю пулеметики на другую обойму. И поработаем по Гриффину. Гриффин лечится или пилот его лечит, или активным модулем. Ай-яй-яй. Давай-давай, Леонтьев, ломай ему щит. Леонтьев, поломал ему щит, и мы добиваем все-таки Фьюджина. Добьем его, нет? А, нет, Леонтьев укочурился. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте, полечусь. Поработаю по Гриффину. Ну, Гриффин тоже так неплохо меня сливает. У него вооружение молоты. Молоты более эффективны на дальнем расстоянии. Работаю, работаю. Отлично, лечится, лечится. По-любому он используется, смотрю, по тому, как его ХПшка увеличивается, активная, активную способность. Ё-моё. Оторвало мне уже пушку, ну, понятно. Перестрелил меня, негодяй. Теперь мы идем в ближний бой врубиться. Смотрите, Паук что-то здесь колбасится. Нога у него взлетела. Причем этот бак с Пауком уже несколько обновлений длится и разработчики его не чинят. Так, давайте захватим серединный левый маячок, чтобы вооруженскую команду полностью деморализовать и вообще шанс на победу у ней уменьшить практически до нуля. В ангарский иди, все отлично, сталкер забирает маячок, я не успею на захват маячка. Также новички, кто-нибудь допустим не знает, если вы маяк захватываете вдвоем, втроем, то в статистику в итоговую таблицу после боя каждому засчитывается, что он захватил маячок. Так что имейте ввиду. Захват маяка засчитывается до того, как маяк покрасился. То есть, маяк уже наполовину покрасился, вы успели заскочить в круг, то вам в статистику засчитается, что вы маяк все-таки захватили. Вот такая интересная особенность. А маяки нужно захватывать, чтобы по ресурсам подняться. Подняться по итоговой таблице, а в итоге по ресурсам. Наглядно видно, что дробаши издалека ну вообще полная фигная тень. Без умения пилота. Ну и с умением пилота будет не сильно эффективно. Лучше, значительно, значительно будет лучше, но чуда не будет, по крайней мере, так скажу. Еще один паукообразный. Паукообразный в начальных лигах просто вообще отжигают из-за того, что у них супер-мега-энергобарьеры идти, они регенерируются быстро. А игроки, как правило, играют на пулеметах и дробашах. Ну там, пинатках еще играют. На плазме мало кто играет. Плазма, напоминаю, игнорирует энергобарьеры фьюджина, карнежи, и тому подобное. Анцель. У нас три вида энергобарьеров. Как он называется? Эгис, который у Блиса, у Булварта абсолютно непробиваемый, но конечный. Его, возможно, убить до нуля уменьшить. Щит Абсорб у Пантеонов, который абсолютно неубиваемый, хоть миллион дамагов. Щит вливай. Он, соответственно, не уменьшится. И у фьюджина называется, как он называется? Я забыл. Ну, обыкновенный обыкновенный щит. Он прошивается плазмой легко. Выполнил кучу просто заданий. Я просто озолотился. Также, если вы какие-то задания не выполнили, а играть вам надоело, вы можете просто что делать? Правильно. Посмотрите рекламу. Что я потом и сделаю, не на записи. Так. Второй сезон. Купание фальконов. Это видео от товарища Гликмана. Но по этому видео я скажу в основном в своем ролике на топовом ангаре. Здесь мы сможем что-нибудь открыть? Нет, не сможем. На этом все. Пока. Продолжение следует...